Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у вас новая серия на проекте Найти РП. Я недавно снимал этот проект, буквально где-то неделю назад, и вроде бы вам этот проект понравился. Да, там было 107 лайков и 30 дизлайков. 30 дизлайков, конечно, это немало, но я считаю, что вам все-таки проект понравился, и сегодня я запишу еще одну серию. Специально для серии я попросил админку, чтобы мне было удобнее для вас снять серию, чтобы она была максимально интересная. Сегодня мы посмотрим, как добавляют машины в автосалоны, и также сегодня я вам покажу очень интересные системы, поэтому, пацаны, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Давайте постараемся до нового года набрать 17 тысяч подписчиков. Все, желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Ну что же, пацаны, я, короче, перезашел, потому что у меня, оказывается, стоял другой вообще модпак, другого проекта, но теперь у меня стоит новый модпак, и здесь, получается, продаются машины, но их, короче, уже купили. Я вообще не успел ничего купить. Так, 5 миллионов X6M стоит, можно, кстати, его было бы купить. Здесь еще есть несколько машин, есть Supra, вертолет, походу, уже купили. Короче, я не успел вам показать, как заполняется автослон, но я думаю, вы, в принципе, поняли. Вот здесь гелики есть, получается, гелик 6х6, ламба есть, вот ламбу я бы хотел себе купить, потому что она реально четкая. Итак, я вам предлагаю посмотреть вообще модпак, потому что толком я вообще его не показывал, но сейчас давайте я вам покажу машины, которые есть в модпаке. Если что, здесь будут не все машины, потому что, ну, все машины показывать полностью я не буду. Итак, у нас здесь и вот есть новый гелик, получается, G65, также есть, получается, гелик 6х6, есть Mercedes E63. Так, идем дальше, BMW X6M, хотя здесь написано почему-то Ranger, но, скорее всего, это какой-то баг. Также есть, здесь, получается, GTR, BMW M5 F90, Bentley Continental GT, потом еще одна BMW M5 F90, также есть Mercedes, 4-ка, в принципе. Также есть, получается, есть Kia Stinger, не обращайте внимания на название машин, скорее всего, это какой-то просто баг, и в скором времени это просто все исправят. Вот такой вот красивый Kia Stinger, потом здесь, получается, есть Jeep Grand Cherokee, Grand Cherokee SRT, вот еще один такой же самый. Также есть Toyota Supra, в принципе, ну, реально машины очень годные, поэтому модпак здесь шикарный, пацаны, шикарный просто модпак. Я уверен, что есть еще какие-то интересные машины, просто, ну, все машины я не смогу показать. Это, как бы, автосолон, и здесь продаются машины, и их сейчас расставляют для покупки. Здесь, как бы, необычная система автосолона, вы не можете просто купить любую машину, вам нужно просто приехать, допустим, на определенный автосолон, и здесь будет продаваться машина. Вот здесь, как бы, еще есть, получается, Mitsubishi Lancer, вот такой вот шикарный просто. Еще у него фары такие симпатичные, реально тачка водная, я считаю. Итак, давайте покажу вам интересную функцию именно в машине, и эта машина, если что, от Минска, я ее создал, но мы здесь можем слушать музыку. Мы можем слушать музыку в любой машине, пишем вот такую команду CarPlay, и здесь, получается, есть радио и музыка. Мы выбираем музыка. Ой, лишь бы здесь найти музыку без авторских прав, потому что мне может прилететь авторские права. Давайте сейчас попробуем найти музыку. Так, предыдущая страница. Ой, блядь, я не знаю, какую музыку можно здесь включить, чтобы меня, короче, не забанили. Ну, давайте включим вот эту песню, допустим. О, музыка играет. Я не знаю, вам слышно или нет. А, вам же не будет слышно. Вам же не будет слышно, потому что у меня в Bandicam'е музыка не записывается. Поэтому вам не будет слышно. Но, короче, она здесь работает. Я вот сейчас музыку слышу. Бля, это реально круто, пацаны. Это реально круто. Вы можете сами зайти проверить, если вы не верите мне. Просто вам нужно включить звук радио, чтобы музыка играла. И люди, как бы, которые будут сидеть у вас в машине, тоже будут слышать эту музыку, если что. Поэтому это реально очень круто, пацаны. Всем просто советую зайти и попробовать эту функцию. Она работает на любой машине абсолютно. Даже будет работать на арендованной машине. Ну что ж, я, короче, переставил номера с лодки. Потому что, кто не смотрел в предыдущую серию, мне в предыдущей серии выпали номера на лодку. Именно вот эти, 3А388. То есть, полублат. И я их переставил на свою BMW X6M. Все, я доехал до тюнинга, получается. Так, автосервис. Давайте заедем. И посмотрим, что нам тут могут вообще предложить. Так, я заехал. И что дальше? Нихера себе тут автосервис, пацаны. Я ебу. Так, а что мне тут вообще делать нужно? Мне здесь должен кто-то тюнинг делать? Или я сам должен его делать? Ага. Нихуя себе, как это работает. Не, ну пацаны, я думаю, это определенный лайк. Потому что такого тюнинга я еще, если честно, не видел. Так, нажимайте на название разделов панели справа. Выбирайте все, что вам нужно. Нажимайте на пункты. Все, что вы берете, перенесется в корзину и будет ожидать оплаты. Так, для M500 стоит чип тюнинг. Ну, давайте поставим. Я не знаю. Так, ожидание оплаты. Так, воздушный фильтр, нулевое сопротивление. Дроссельная заслонка увеличенного диаметра. Кованые поршни двигателя. Короче, я так понял, это будет усиливать нашу максималку. Так, удаление как натализаторов. Это уже 5 миллионов у меня вышло. Ну да, установить весь тюнинг давайте нажмем. Так, а где сделать внешний тюнинг просто? Мне интересно. Как бы, насчет чип тюнинга я уже все понял. То, что здесь можно улучшить как бы и подвеску, и максималку. Как бы, ну, все здесь можно сделать с машиной. Это реально круто. А вот как мне внешку поменять? Я хочу, например, поставить диски там и так далее. Вот как мне это сделать? Короче, пацаны, я не нашел, где можно машину покрасить. Возможно, я как-то туплю, но я не нашел этот пункт, как бы, в СТО. Я тут решил покататься по Батыреву. И здесь очень такой, знаете, интересный маппинг именно. Это вот ферма получается. Вот здесь у нас, получается, Якудза есть. Вот это, скорее всего, база дальнобойщиков. Вот такие вот Вольво здесь стоят. Ну, реально прикольно смотрится. Мне нравится лично. Хотелось бы здесь поработать, но, возможно, в будущем мы этим займемся. Если, конечно, вам понравится проект. Но так, если покататься по серваку, то можно найти много чего интересного. Потому что здесь много, как бы, нового маппинга, новых систем там и так далее. Поэтому всем, как бы, просто советую зайти посмотреть. Я вас там не призываю уходить там с ваших проектов, где вы сейчас играете, и играть здесь. Просто зайдите, попробуйте, потому что проект реально интересный, прикольный. Много чего нового, много уникальных систем, уникальный маппинг. И я реально всем советую просто зайти посмотреть. Тем более здесь есть бонус. Вас никто не призывает здесь донатить там и так далее. Вы просто заходите налегке и можете играть спокойно. Кстати, вот рублевочка, я так понял, такая небольшая. И здесь еще есть дома по ГОСу. Поэтому также можете зайти и купить себе дом на рублевке. Вот как бы, пацаны, дома свободные есть, поэтому можете спокойно зайти и купить себе домик. Прям вообще без проблем, потому что вы заходите, у вас есть права. Взяли машину, либо арендовали, приехали, купили дом. Потом поехали, купили себе машину, либо лодку, либо, не знаю, вертолет, если они здесь продаются. Поэтому, пацаны, просто заходите, налегке играете. Понравилось, дальше играете. Не понравилось, забыли, просто удалили IP и все. Ну что ж, вот такое получилось видео. Надеюсь, оно вам понравилось, я вам показал очень интересную систему, в принципе, да и в целом модпак. Я считаю, что модпак здесь реально достойный и сами системы тоже достойны. Поэтому, кто желает, можете зайти поиграть. Все ссылочки как бы будут в описании. Чтобы зайти сюда играть, просто вам нужно копировать, получается, IP сервер в описании и зайти через мультиплеер. Также можете устанавливать модпак, там ничего сложного нету. Там как бы автоустановка, просто выбираете папку с игрой и модпак сам как бы устанавливается. Напоминаю вам, набирайте 100 лайков на этом видео и я попробую здесь постримить на этом проекте. Поэтому, пацаны, все в принципе зависит от вас. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok